Приветствую вас, Анна, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите мне 27 лет, и здесь хочется сразу вас, так, немножко спросить, да, а насколько вообще важен возраст, да, и важен ли он вам? Если важен, то чем важен возраст? Потому что, ну, потому что это, по сути, первое, о чём вы говорите, что вам 27 лет. Возможно, вы переживаете как-то по поводу того, что вам уже 27, уже, там уже 27 лет, а вы до сих пор чего-то не достигли, чего-то не добились, чего-то не можете и так далее. Дальше, прошёл, так, я повышаю свои профессиональные навыки на курсах. Отлично, супер, вы большая молодец, Анна, что это делает там? А, про всё, да, вопрос в том, для чего, зачем, и какая цель у этого. На мой взгляд, это важный момент, вот, ну, потому что, цель, ну, цель, да, цель, цель, она вообще важна, очень важна. Почему я делаю вот, ну, то или иное? Затем я, например, тоже, там, записал, записал, да, на эти курсы, к примеру, чего я хочу, что я хотела бы, вот, чего я, чего я ожидаю, например, вот этих курсов, как я буду, там, например, использовать эти знания, которые я получил, получил, например, Дальше, прошёл месяц, в коллективе намечается группа лидеров и тихонь. Понимаете, вот здесь кроется ваша основная проблема, основная причина, по которой вы, собственно, обратились к психологам, вот, потому что по факту такая дифференциация, дифференцированность людей, является, ну, вообще-то, вообще говоря, крайне деструктивной, крайне, крайне деструктивной, вот. Вот. По той простой причине, по той простой причине, что всё гораздо распуществится. Не бывает лидеров и тихонь в большом количестве. Любая классификация людей, это, по сути, проекция. Это перелёт своих собственных представлений. Ваше представление. На коллективе. Причём, заметьте, заметьте, что вы пишете, ээээ... Я нахожусь где-то между. То есть вы не относите себя ни к тем, ни к другим. И всё. И вы отгр... отграничили себя... от первых, и вы отграничили себя от других. Выставив себя... выставив себя... уникально. То есть вы позиционируете себя как уникальную. Это так. Вы уникальны. Но вы уникальны по-своему. И вы уникальны не тем, что вы находитесь между. Любой человек, эээ... предсчитает, что находится между. Скорее всего. Вы уникальны другим. Но в этом вы себя обесцениваете. А в коллективе ставите себя в позицию аутсайдера. Именно по причине разделения людей на вот два вида. Так вот... таки... так... эээ... на два таких вида. Дальше... эээ... Хотелось бы повыше. Но опять же, да, у вас вот есть эээ... Так вот, понимание, как должно быть. Ну что значит хотелось бы повыше? Вы либо делаете все, что вы можете. Либо нет. Либо... Максимально себя раскрываете перед всеми людьми, неважно перед кем. Перед тихонями, перед лидерами, как вы их называете. Вот. Вы для чего пришли-то? Чтобы учиться? Надо учиться. Вот. Девушки там активны, в курсе событий. Знают, где книги нужны раздобыть. Если брекции просто есть, в общем много полезного. А... а кто вам... эээ... ну мешает быть такой же? Замечаю, что у меня есть проблемы с социальными контактами. Рабею при разговорах. А с чем связано робот с Анна? С чем связано, чего, чего боитесь? Речь иногда сбившая, но это следствие страха. Не знаю, как себя общительно сразу бить. Определить причину своего страха, поработать с ним. Страх может быть может идти из детства. А... поработать над своими предрассудками. То есть, вот... эээ... ну... предрассудки в смысле... Дифференцированность, вот, людей на... тихонь и на лидеров. Все люди одинаковые, и вы в том числе. Эээ... и, соответственно, более четко определиться со своей целью. Потому что если для вас цель, например, действительно повысить свою квалификацию, то для меня загадка... эээ... по какой причине вас, эээ... ну волнует вот эээ... то, что вы чувствуете. Почему вас волнует, почему вы рабеете? Если вы пришли, именно, эээ... повышать квалификацию, то с чем связаны ваши роботы тогда? То есть, совершенно очевидно, что, эээ... помимо повышения квалификации, да, здесь есть что-то еще. Совершенно очевидно, что эээ... кроме квалификации здесь есть еще какие-то аспекты, которые вы пытаетесь реализовать. То есть, я не знаю, может быть это, эээ... желание собственной значимости. Эээ... причина, потребность к признанию, эээ... Такое... субъективное чувство, что я должна занимать какое-то место в иерархии, да, коллектива. Ну опять же, тут момент какой, да? Почему вы так считаете? Из-за чего вы так считаете? То есть, это очень важная история. Очень важная история. А... дальше, значит, как себя общительно сравнить? Ну, в принципе, развивать что-то общее между вами и другими людьми должно быть что-то общее. А здесь нужно... нужно... эээ... в известном смысле, да, в определенной степени ориентироваться на то, что актуально для других людей и... эээ... получать свою осведомленность в этом. То есть, грубо говоря, разносторонность. Может быть дело в чем-то еще? Ну, в чем дело, я вам сказал, в принципе. А... на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.